Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас снова в гостях глава Всемирного Совета Староверов Леонид Михайлович Севастьянов. Мы все были впечатлены нашей прошлой встречей, когда наш дорогой гость делился знанием о староцерковном славянском языке. И сегодня мы бы хотели более подробнее поговорить и узнать о деятельности Всемирного Совета Староверов в наше настоящее время. Приветствую вас Леонид, здравствуйте! И первый вопрос. Вообще кто такие староверы? Мы знаем про Русскую Православную Церковь. А вот про староверов что-то такое сразу вспоминается, древнее, прошлую историю России. Можете сказать короткое? Да, конечно. Единственное, хотелось сперва поправить название нашей организации, точно, Всемирный Союз Староверов, не Совет, Всемирный Союз Староверов. Потому что он объединяет староверов всего мира и защищает их права. Говоря о староверах, на самом деле очень много, так сказать, вопросов, которые не совсем ясны для публики непосвященной. И поэтому, конечно же, этот топик нуждается в раскрытии, в пояснении, но прежде всего в самом названии. Староверы, когда сейчас непосвященному человеку говоришь, что я старовер. Очень многие считают, что старовер и язычник, это одно и то же, неоязычник. Потому что современные неоязычники, они очень много эксплуатируют этот термин старовера. И поэтому есть такое непонимание между, так сказать, староверами-христианами православными и староверами-неоязычниками. Ну, как раз вот неоязычники, они пытаются склонить староверов-христиан к мысли, что мы должны именоваться просто старобрядцами, а староверы, вот это как бы они. Но чуть-чуть сразу же аргументируя, входя в какую-то небольшую полемику, о чем я в прошлый раз говорил, что само понятие язычества, русское язычество, нет документальных подтверждений вообще его существования. И, соответственно, говоря о какой-то старой вере, то есть у нас нет серьезных документов, чтобы утверждать, что была какая-то старая вера вне христианства. Вот. Я на самом деле приверженец мнения, что наша сама старая вера, это как раз и является христианством. То есть она была в других, может быть, обликах, в других каких-то, так сказать, ритуальных обликах, обрядных обликах. Но Русь в каком-то смысле родилась христианством. Вот. И на самом деле, если говорить вообще, что такое народность, да, там, когда говорят вот славяне там или русские, да, то в тот момент как раз определяющим народности, это была их религия. И поэтому, говоря о религии, то есть появлении религии, можно и говорить о появлении той или иной народности, да. Русские, они себя и отличали от других народностей тем, что они были православные или христиане. Православные – это уже более поздний тоже термин, да, ну, выражаясь тем языком, были христиане. Отсюда и вообще название крестьяне. То есть все население на Руси было крестьяне, да, или христиане. Вот. И славяне то же самое. С одной стороны это понятие несет к тебе понятие языка, а с другой стороны несет к себе понятие слова. И как раз вторая ипостась Троицы – Иисус Христос. И поэтому даже в самом названии, как бы, о чем я пытаюсь сказать, что само появление христианства и стало определяющим именно нацией. То есть если мы говорим о том, во что верили наши предки, как предки нашей нации, да, то есть мой ответ очень прост. Ни во что другого, кроме как христианства. Потому что в момент, когда они стали христианами и произошло образование нации. То есть что было до этого момента, грубо говоря, нет смысла даже обсуждать, потому что не было именно нации, то есть не было народности. Интересно. Да. И в данном случае, к чему я веду, да, что понятие старовер, оно как раз в себе и несет понятие христианской веры, христианских символов. Другое дело, это как они выражали эту веру, да. То есть понятно, что эту веру они во многом и часто выражали вне практики византийской или западной практики, да. И поэтому для пришедших на Русь людей, не посвященных, для них это было каким-то язычеством. Вот. Ну я просто как пример хочу привести, да, это как раз уже 17 век, когда уже старобрячество или староверие выделяется в православии, когда оно уже как бы не является официальной религией. Вот. На Русь в Ростов-Великий приезжает Дмитрий Ростовский, это известный святой православной церкви, или как староверы говорят, Никонианской церкви. Вот. Он приезжает как раз в конце 17 века в Ростов-Великий, то есть Ярославский. И он говорит, что здесь все живут язычники. И начинает бороться, как бы, говорят, что здесь все язычники. Но он начинает, опять же, даже крест восемьконечный называть языческим крестом. То есть потому что для него только четырехконечный крест имел какое-то значение. То есть восемьконечный. И другие обряды, которые на самом деле были христианские обряды, он их называет языческими, потому что для него это было непонятно. Вот. И в данном случае, как раз исследуя вот этот базис, да, то есть мы приходим к выводу, что христианство было всегда на Руси просто других форм. Вот. Эти формы до нас примерно дошли, и мы можем их обсуждать. Ну, к примеру, там, а-ля языческий обряд, там, празднование Ивана Купалы. Вот. Но досконально исследуя этот обряд, да, мы можем прийти к выводу, что на самом деле это крестьянский праздник. Потому что как раз Иван Купала, это как бы, он празднуется в день рождения Иоанна Крестителя. Вот. То есть это крестьянский праздник. Само понятие Иван и Купала, это более правильно с точки зрения русского языка. Потому что крещение, это, ну, что такое крещение, да, вот если так, вот именно разбирая этимологию слова, да, то есть крещение, это значит осенение, наверное, крестом, да. То есть оно не выражает именно сам обряд омывания или погружения, да. То есть как бы русское слово «купать», оно более, как сказать, более правильно в каком-то смысле. То есть оно выражает именно, описывает сам обряд, что в крещении вас купают, вас погружают. И в данном случае Иоанн Креститель, Креститель, это на самом деле не совсем правильный термин, не русский. То есть он просто, что Иван, который осеняет кого-то крестом, если смотреть дословно, да. То есть более правильно сказать, да, Иван Купала, то есть как бы Креститель, тот, кто купает, окунает, да. То есть мы здесь сразу увидим, что Иван Креститель и Иван Купала – это одно и то же. Потом мы, допустим, смотрим обряд. Чем занимались люди во время этого праздника, да. Что вот они шли в реку, они там окунались в рубашки и так далее. То есть на самом деле вот так, смотря на вещи более научным подходом, да, то есть мы видим, что просто описывается таинство или обряд крещения, то есть который проходил на реках, то есть на Руси крестили на реках, не в купели потом как на реках, да, то есть и так далее. То есть просто описывая вот это празднование Ивана Купала, на самом деле это празднование, то есть крещение. То есть скорее всего раз в год основного крещения было на Иоанна Крестителя раз в год, да. Потом говорят, ну вот они в рощах, они в листах. То есть как раз исследуя этот материал, мы можем видеть, что первые христиане, или вот именно до византийского христианства, то есть в основном все религиозные обряды происходили в рощах, так называемых в Дубравах. И очень много в нынешней христианской традиции, православной, есть индикации об этом. Ну, к примеру, празднование Троицы, то есть Пятидесятница, на 50-й день после воскресения Христова, после Пасхи. То есть весь храм украшается травой, деревьями и так далее. То есть это как раз нас переносит в те времена, когда реально люди, христиане православные, русские, молились в Дубравах и так далее. То есть внешний человек, который как раз не занимался исследованием чужой культуры, его она не интересовала, он просто огульно называл эти практики языческими, не христианскими и всячески их демонизировал. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, то есть староверы, кто такие староверы? Они же и старобрядцы. Но старобрядцы, если, так сказать, говорить, как на самом деле было, то есть этот термин не принадлежит самим староверам. Старобрядцами назвали староверов, как бы внешней силой, прежде всего власти церковные, государственные. После 1905 года, когда была дарована свобода вероисповедания староверам, до этого их только называли раскольниками. А когда была дарована свобода вероисповедания, их называли старобрядцы. Но само понятие старобрядцы, это не является нашим термином. То есть для нас более, как сказать, аутентичные термины мы все называем или древнеправославные христиане, или староверы. То есть тем самым выражая, что наша вера, она исконная, она исконно русская, исконно правильно. И в данном случае мы говорим, что староверы это и есть христиане, которые исповедовали свою веру в самых глубин нашей нации, нашей народности. Исповедание, возможно, отличалось от западного и византийского, но в любом случае это не было язычеством, это была православная и христианская вера. Интересно, то есть вы претендуете, что именно изначально Русь, она была христианской. Да, я хочу сказать о том, что с момента, когда вы можете назвать народность, русский народ, или славянский народ, что эта народность, она была христианская, то есть как бы религия была определяющей. То есть религия как раз в те времена, то есть основной отличительной чертой той или иной народности, это была религиозная принадлежность. Вот как отличали, допустим, русских от нерусских, к примеру. То есть кто исповедовал православие, вот они были русские. То есть как бы не было понятия русский ген, или русская культура и так далее. То есть как бы было, как сказать, разделение по принципу религиозному. То есть исповедующие православие, или христианство, повторю, что православие – это более позднее понятие. Потому что христианство, оно все было одно, то есть как бы разделение, вы знаете, да, то есть западное произошло только в 1054 году, но это, так сказать, бумажное, а реально произошло в начале XIII века после крестовых походов. То есть, соответственно, были крестьяне, не было православными, не православными, были крестьяне, да, это потом. Вот, так вот, славяне, да, я утверждаю о том, что Русь с самого начала, когда вы можете назвать, что это русский народ, то есть он с самого начала и был крестьянским. Но при этом, да, обрядовость у него могла отличаться от обрядовость. Ну, к примеру, вот, к примеру, один из таких отличительных черт, как раз, допустим, как слагали кресты, то есть крест с двумя пальцами, да, потому что если мы смотрим, допустим, там, в Греции, на самом деле, всегда тремя крестились, там, на Западе, там, Петернёй и так далее, вот, у нас двумя пальцами, да, то есть это одна из отличительных черт, которая отличалась мы от других, да, допустим, обрядовость, вот, как раз, повторяю, что у нас очень много обрядовости было связано, как раз, с молитвами на природе, в Дубравах, в рощах, в лесах, вот, то есть крестили в реках и так далее, то есть это отличалось от церковной службы, которая была, так, в Бизантии, или, то есть с самого начала была вот разница, разница в обрядовости, да, которая многими стала трактоваться, что это просто, что это язычество, на самом деле это не было язычество, в том смысле, мы на прошлой передаче, мы как раз, допустим, трактовали слово Бог в понятии, да, что оно а-ля и у язычников, и у христиан, одно и тот же термин, а этого не может быть, потому что язычник, он в нашем понимании, да, я имею в таком популярном, что это совершенно, то есть у них другого верования, у них бог больше там, там, или род, или там какие-то местечковые, там, какие-то лешие, там, или какой-то пантеон богов, да, то есть, но это не выражает христианского бога, а у нас бог христианский, вот как раз то, что мы называем тот языческий, он это один и тем же термином выражает, и это говорит о том, что Лидия была христианцем. Как насчет того, что, вот я знаю историю, когда князь Владимир крестил Русь, бросали вот этих языческих идолов в реку, и там народ бежал вдоль реки и кричал «вздыбай боже», да, вот, то есть абсолютно не было каких-то языческих таких культов. У нас, да, то есть у нас нету реальных источников, реальных источников, которые бы подтверждали существование каких-то культов, вот, вне христианской традиции. То есть у нас есть, допустим, там, понимаем, что вот кого-то, там, что-то бросали в реку и так далее, но далеко не нужно ходить, что в XVII веке, вот я повторюсь, да, в XVII веке, вот, православная линконианская церковь, она разрушала старобряческие, я не говорю даже старобряческие храмы, да, то же самое, считая, что это языческие обряды, бросала иконы, сжигала иконы, рушила храмы, вот, как бы убивала людей, то есть, как бы сжигали на костре людей, то же самое, обвиняя примерно в тех же самых обвиняющих. То есть факт наличия каких-то образов, это не значит, что это было реально, как сказать, трактовка была борьбой. Совершенно верно, совершенно верно. То есть вы, а вы трактуете даже сейчас, то есть, как бы, вы очень легко демонизировать другого человека. Как вам его демонизировать? Просто вы назовите, что вот он, там, как вы называете, там, нелюди, вот они нелюди, они верят, там, во что-то другое, вот они, там, грубо говоря, там, просторочку, знаете, там, вот, по-другому не едят никак, это все, это нелюди, они, нужно запрещать их ревизу. Ну, я к тому, что, знаете, примитивизм мышления, он не имеет границ. Хорошо, вы упомянули про раскол, как раз одна из моих любимых картин для Костской галереи, да, этот раскол, где, там, художник нарисовал такую картину в храме, там, в священнике, вот, они, там, дерутся, где, там, кто-то на полу лежит, вот, можете рассказать про вот это вот событие? Это, наверное, принятие в вере, то есть, ну, событие основное, в чем заключалось, да, то есть, раскол, чтобы понять, да. Между православной церковью, вот, почему сейчас две разных, получается, да. То есть, раскол, вот, как он преподается историей в России, да, в школе, да, он совершенно преподается в таком, в очень наивной форме, да, в наивной, примитивной и часто демонизирующей форме, да, что, грубо говоря, какие-то, там, сумасшедшие, неумные люди, вот, за два пальца, и, там, там, я не знаю, за... Собили в леса. В леса или, там, соглашались, чтобы их, там, сжигали и так далее. То есть, это очень примитивное отношение, поверхностное отношение, ну, вообще, к любой проблематике, да, это, ну, так же, как и сейчас происходит, да, мы, там, вместо того, чтобы узнать мотивацию людей, тех или иных, мы очень, как-то, поверхностно судим, делаем вердикт и, там, и, там, вносим, там, число еретиков, там, нацистов или, каких-то, фобов чего-то, да, вот, и так далее. Вот, в данном случае, вот, пример, и в истории это было постоянно, да, то есть, есть такое выражение, победители пишут историю, да, то есть, они пишут так, как хотят, да, что, и, конечно, для них всегда выигрышная, так сказать, позиция, это всегда демонизировать противника, сделать его глупым и так далее, вот, но это не значит, что это соответствует истории, да, то есть, история раскола, она намного глубже, и в ней очень много разных факторов замешанных, не только... Я понял, это должно занять больше времени, наверное... Не, ну, я в двух словах, да, если сказать, то есть, это не фактор только религиозный, да, а фактор и политический, и общественный, и так далее, то есть, в это время происходит, если мы говорим про, как раз, что это произошло, раскол произошел после смутного времени, да, то есть, произошла смена династии, то есть, ушла, ну, Рюриковичи династия и, прежде всего, Годуновых, да, которая вот как раз стала таким эталоном, можно сказать, не только религиозным, но и политически-общественным, вот, и пришла Романовская династия, которая для огромного количества народа в России была, так сказать, нелегитимной, вот, что это как бы не просто даже в силу происхождения, а в силу новых законов, которые делались совершенно не на базе, как сказать, как раз православной русской традиции, ну, к примеру, то есть, одна из вещей, там, допустим, 1649 год, да, это соборное уложение, когда вот как раз вот такие вот основные, вошли в действие основные законы, ну, к примеру, ведение крепостничества или рабства, вот, что для Руси это было совершенно невозможно, да, когда из всего населения, русского населения, да, как бы делаются рабами, вот, люди, да, ими там правят непонятные начальники, которые там, грубо говоря, вот могли с ними все, что угодно делать, да, в это же время как раз вводится вот это понятие, то есть упраздняется наемная армия, допустим, и вводится рекруска, то есть тоже это, ну, все это как бы идет из понятия рабства, вот, в это же время уничтожается вся предыдущая элита, то есть как бы только наслаждается новая элита с сознанием как раз абсолютистской власти, и не просто абсолютистской власти, а происходит вообще изменение представления о власти, то есть власть становится не как, когда это на Руси было, наемный орган, который, вот, знаете, да, возможно, из истории Руси, что там, допустим, князь он мог приглашаться одним городом, другим, то есть он не устраивался, его выгоняли, он как бы там мог куда-то попроситься еще и так далее, да, то есть в это время из власти делается как бы такой метафизический орган, да, почти, что это как бы присутствие Бога на земле и так далее, вот, то есть, соответственно, в сознании вот как раз тараверов все эти вещи, они были геретическими, вот, и поэтому они даже и назвали власть, ну, в дальнейшем это было, прежде всего воплощение этого, Петр Первый, то есть они назвали это антихристом, то есть это когда происходит подмена понятий, то есть вы как бы продолжаете как бы быть христианами, да, то есть официально или, так сказать, на уровне лозунгов, да, но при этом вся ваша вера, она совершенно искаженная, совершенно другая, то есть она противоположна заявленному, вот, и староверы это назвали явлением антихриста, то есть не как против, а как вместо, то есть как бы подмена понятий, вот, то есть и два перста, три перста, это стало всего лишь, как сказать, символикой принадлежности, ну, к примеру, там, как, там, звезда и свастика, понимаете, да, то есть как бы сама по себе звезда вещь нейтральная, и свастика тоже, как бы это вообще христианский символ, да, но вот во время, как бы, этой борьбы, да, то есть она имеет определенную, как сказать, информационную, идеологическую подоплеку, то же самое и там, то есть два перста, три перста, это стали такой распознавательной символикой, вот, староверы, они настаивали на том, что, вот как раз отсюда и старовера, что у нас православие, у нас христианство является неиспорченным не в силу даже обрядовости, а вот именно в силу идеологии, то есть, что все люди равны, да, то есть до этого, допустим, ну, к примеру, насколько равны, да, что, допустим, царь, он запросто мог жениться на крестьянке, к примеру, то есть это как раз подчеркало, как сказать, что реально все люди равны, да, что между разницей между крестьянкой и царем никакой нет, это даже там в операх, в операх, в операх, там, царская невеста, к примеру, отображала, да, то есть в новой власти это уже невозможно, то есть вы сразу показываете, то есть как бы расчленение области, есть вот верха, то есть как бы есть особая кровь, есть холопы, между холопом и аристократией пропасть, да, то есть это уже происходит возврат к веткому завету, на самом деле, вот не конианство, когда говорят, что это обрядность, нет, это первая попытка вернуться к веткому завету, это происходит, может быть, слово неправильное, то есть это в этом смысле никого не хочу обидеть, в каком смысле иудеизация христианства, то есть в том смысле, что попытка загнать христианство до христианства, где главное, это кровь, земля, твое происхождение, а не христианские, вероятно, что все одинаковые, все равны, да, вот, и на Руси вот была вера в этом, да, а с новой властью происходит возврат, и когда мы говорим, что староверие, то есть они два перста, это вот как раз, поэтому староверы всегда и настаивали, что у нас не, как сказать, неискаженное христианство, у нас христианство, именно евангельское христианство, не христианство, как сказать, в каком-то смысле загнано обратно ветки заводит, а оно неискаженно, то есть мы верим, и поэтому у них очень даже в дальнейшем, даже политически, вот это понятие общины, понятие общинного уклада, то есть это понятие демократии, понятие, когда решают не какой-то там божок, да, какой-то даже там, будь он там митрополитом или кем-то, а решают общины, решают все люди вместе, почему, потому что все люди равны. То есть староверы, они склонялись к демократическому обустройству общества. Это, знаете, вот проблема, вот в прошлом раз мы говорили, в чем проблема современного человека, ну и вообще может быть всегда, то есть проблема в коммуникации, вот в терминологии, сейчас слово демократия, оно настолько уже как бы запачкано разными силами, да, что когда говорят демократия, сложно, сложно здесь понять, вот, то есть для меня лучшее понятие, это, конечно, вот древнерусское понятие, это соборность, да, то есть это, что такое соборность, да, если как бы, если досконально посмотреть, значение слова, это общее собрание в этом слове, насколько оно сильно, да, слово, если вы посмотрите, общее собрание, то есть со, брание, и она же и брань как борьба, то есть общее собрание ради определенной цели, понимаете, насколько глубина, то есть вот в русском языке, вот когда говорят, мы и верим даже в соборную церковь, то есть в этом смысле с самого начала в христианстве наша вера в церковь, она отличалась даже от других, допустим, там, католическая, греческая, то есть верят именно в церковь вселенскую, там, католическую или вселенскую, да, а в русском языке всегда соборно, то есть как бы это церковь собрания ради определенной цели, да, и в данном случае, вот именно если говорить демократия, как не просто, что такое демократия, ну давайте соберемся все поболтаем, о чем поболтаем, кто вы такие, понимаете, да, ну у нас же демократия, нет, это вот, я говорю, а вот правильно, общее собрание ради определенной цели, где все принимают решения, скажем так, староверы, да, они в этом смысле базируются на соборности, у них нет понятия там башка, нет понятия там кто-то что-то решил за них, то есть каждый ответственный за свое решение. Князья это были как нынешние менеджеры, да, как сейчас, демократические. Да, у них было, то есть тогда было понятие, как сказать, понятие крови, оно в чем оно там заключалось, я имею в виду в Древней Руси, и потом, когда сказили Романовы, что типа кровь, это вот твоя, как сказать, вот ты почти небожитель, как бы ты почти, вот это аристократия, то есть ты не можешь с крестьяном, нет, тогда было понятие, что только князя, то есть было понятие, как сказать, или сословие, тогда они имели другого значения, то есть тогда передавало, не было университетов, да, то есть как бы те знания передавались, а то так сыну, то есть даже на генетическом уровне, то есть как отца сына, поэтому, конечно, сын крестьянин, он будет лучшим крестьянин, чем там сын ремесленника, понятно, да, потому что у него больше, И наоборот, сын ремесленника, он будет лучшим, так сказать, ремесленником, чем крестьяне. И в этом смысле, кто такие были князья? Князья это были, и когда вот есть даже понятно, что крестил Русь. Прежде всего, Русь, это вообще называлось войско. То есть, как бы, наемное войско. Князь это был предводитель войска. Понимаете, да? Ну, если там сейчас сравнить, чем сейчас сравнить? Ну, наверное, Чивука. Так, чтобы понять, да? То есть, и вот в этом, как бы, Чивука, причем это Чивука, грубо говоря, от Акцина. Допустим, это у казаков очень много вот этих Чивука. Они, вот, как бы, грубо говоря, потом это выразилось в казачестве. Оттатки этого в казачестве. Когда там с двухлетнего возраста, все, уже его сажали на лошадь. Но с двухлетнего возраста уже учился этому, понимаете? Вот, и князья это были такие, так сказать, наемные войны. То есть, это также и на Западе отразилось, допустим, там, рыцарство, да? То есть, как бы, наемные войны со своей дружиной, обученной, способной. Вот. И крестьянин, который занимался всю жизнь земледелием, который знал, как это делать, да? Он не мог еще параллельно как-то охранять свое поле, да, грубо говоря. Вот. Поэтому было распределение труда. То есть, он нанимал за десятину, допустим, от своего урожая, нанимал наемное войско, которое прежде всего, главной задачей этого наемного войска была защита, ну, как угодно называйте, города, поселения, смотря где, да? Вот. И, то есть, если человек не справлялся, его выгоняли. То есть, понятно, что он не уходил никуда, потому что он все равно профессионалом оставался. Ну, как на работе, вы там, юрист, вас могут же выгнать, там, с одного офиса, да? Это не значит, что вы все, закончите свою, так сказать, профессиональную деятельность. Вы устроитесь где-то. С князьями было все то же самое. То есть, их выгоняли, допустим, если он не справлялся. То есть, он там нанимался в другой город, да? Там справлялся, ему платили, платили тайну, то есть, в виде налогов, да? Не справлялся, его выгоняли, он шел в другое время. А вот это вот понятие, всякая власть от Бога, это уже более поздняя традиция? Ну, знаете, вот у нас просто нет понимания, что такое власть, да? То есть, опять же, я говорю, что все, вот дьявол в мелочах, дьявол, дьявол, как сказать, в значении слов, да? То есть, вся власть от Бога, вот так и есть. Власть – это Бог, понимаете? Вся власть у Бога. А человеческая? Я говорю, это поэтому даже более правильно сказать, не просто, что вся власть от Бога, а вся власть у Бога. Вот это еще более правильно. Но он же наделяет это властью? Да, но если говорить, допустим, что в более примитивном смысле, что вот все власть от Бога, а какая власть? Ну, к примеру, в зоне есть власть, то есть, воры в законе, они являются, властью или не являются властью. А там какие-то семейные кланы или какие-то наркобароны, они являются властью в Мексике? Наверное, являются властью в Мексике. Я имею в плане не законности, а в плане реалистичности и так далее. Власть она разная, понимаете, вам нужно тогда определиться с термином, что имеется или в семье, власть, чай власть, кого власть, муж или жена властью. Понимаете, нет понятия, нужно сперва определиться, что мы подразумеваем. Власть какая, законная или незаконная? Тогда нужен вопрос, а что такое? Это была проблема как раз в средние времена, как раз так и произошло. Да, им у них тоже самое диремма встала. Вся власть от Бога. Какая власть? Вот они тогда и придумали, что та власть, которая только, как сказать, проходит от Бога, помазанник, монарх, абсолютно. А если он помазанник, монарх, и вся власть от Бога тогда должна быть абсолютным. Понимаете, если вся от Бога, зачем мне какой парламент? Я тогда абсолют, я волю Божью. Об этом и речи. Нет, это же все логика. Там была понятная логика, то есть понятная, как сказать, развитие, интеллектуальное развитие в этих, как сказать, изменениях. От князя к императору, к абсолютной власти. Это все была религиозная манипуляция, даже не более, как сказать, богословские размышления. Но в итоге проблема в чем? Нужно сперва определиться, что такое власть. Потому что если мы как раз рассматриваем термин, допустим, вот я о чем призывал в прошлый раз, изучение терминологии. Вот, допустим, взять власть. Что такое власть? Власть – это слово владеть, собственность. То есть кто владеет собственностью? Власть – это, понимаете, владеть. То есть это термин «кто владеет». То есть, грубо говоря, кому принадлежит земля? Тот и правит. Понимаете, да? И в данном случае получается, что вся собственность, она гарантирована Божьим правом. То есть это другой подход, понимаете, закон. Грубо говоря, частная собственность, другими словами, еще более, как бы это, частная собственность священна. Есть такое тоже выражение, да? То есть частная собственность неприкасаема, священна. Потому что частная собственность является твоей властью. То есть это твоим владением. Грубо говоря, у тебя вот дом, но ты решаешь, чем его покрасить. Понимаете? Или земля. То есть ты пытаешься определить, на какие фирмы. То есть ты определяешься, во фирме есть власть или нет власти. Наверное, есть, да? Вот. И ты решаешь там, кто что будет получать, кто-нибудь это. И есть божественная установка в этом, что как бы, что твоя собственность, она, как бы, вот является, как сказать, божественным установлением. То есть я к чему? Что власть, это просто понятие не на обсуждение этого термина, да? Это не на один день, грубо говоря. Хорошо, да. Это для нас повод еще раз встретиться и не судить просто уже там в частном порядке все эти большие темы. Вернемся к нашим дням. Хотел бы узнать, чем сейчас вот вы, как являетесь главой Всеверного союза староверов, какие функции сейчас у этого союза? Да. Ну, прежде всего, мы пытаемся помогать староверам. Дело в том, что староверы, и в этом, вот многие их в этом упрекают, но на самом деле это особенность именно древнерусского христианства. То есть многие считают, ну, староверы, вы слишком раздроблены, у вас там расколы, у вас там это, очень много всяких между собой согласий. То есть одни там признают священство, другие не признают, одни там беспоповцы, как протестанты, другие там почти как РПЦ, вот и так далее. Вот видите, это знак того, что вы являетесь неистинными, и потому что у вас слишком много раздробленностей. Я говорю наоборот, это знак истинности, что это как раз основа русского христианства или православия, то есть это основа общинности. То есть у тебя не может быть единого, как сказать, от Бога спускающегося единого как бы уклада. То есть Бог так мир создал. То есть есть цветочки, есть деревья, есть комары, есть динозавры, понимаете, да? Вот, и церковь она это отображает. То есть в этом смысле, я даже об этом статью писал лет пять назад, то есть раскол для меня это не негатив, а позитив. То есть раскол это, как сказать, знак зрелости. Вот, допустим, когда птичка научается летать, она отходит от своего там мамы, да, в природе. Когда ребенок становится взрослым, там, после 18 лет, да, он отделяется, нараскалывается. И в данном случае нет ничего ни плохого, ни зазорного, а наоборот. То есть наличие, то есть способность христиан, как сказать, в разделении, но при этом иметь общий фронт и общаться между собой, это говорит о зрелости и правильности, и вот как раз о староверческом или старобретческом укладе. То есть в данном случае разделение, то есть я говорю, опять повторяю, что это не плюс, а минус. То есть ты как, когда если ты разделяешься, это значит, что у тебя уже ты созрел. То есть ты созрел для своего, как сказать, для своего путешествия, вот, у тебя кораблик, и ты все готов, да. То есть это плюс. Вот многие, это наоборот, для других христиан, там, прежде всего, православных, то есть это как бы знак того, что неистинность, неправильность. То есть я говорю, что вот как раз староберия, в этом, вот я говорю, этим мы и отличаемся, что у нас как бы то, что нам дают минус, это на самом деле является плюс. То есть устройство вот это старобретческое, которое состоит из разных конфессий, ты даже не знаешь, сколько, во что они, это как бы вот Астова. То есть как бы и на Руси, в этом смысле, я считаю, что христианство, оно всегда было таким, да. Но при этом, при этом, есть не то, что проблемы, а необходимость организации, да, когда вас очень много, всех разных, да, то есть как доносить свою точку зрения единым фронтом. Как вы взаимодействуете, вот, так сказать, с этим сообществом, по всему миру, даже в России. То есть, соответственно, нужно тогда какая-то организация, которая будет заниматься отстаиванием интересов, вот, как раз раздробленных вот этих старобретческих общин. И в данном случае, то есть как бы это был исторический процесс, когда об этом обсуждали, и в 2018 году был съезд, единственный съезд, мировой съезд всех старовец, тогда вот это единственный, и после этого не смогли уже. То есть как раз из Америки, из Румынии, из Австралии, отовсюду, да, из Украины, из Прибалтики был съезд, и было принято решение о необходимости создания такой организации, которая бы защищала, основная цель, которая была бы защита интересов. И после этого, вот, как раз на основании этого решения, мы создали такую организацию, она называется Всемирный союз староверов, зарегистрирована в Минюсте. И главной целью, а, является защита староверов, и б, донесение как раз их идеологии, рассказа о них, чтобы не было вот как раз вот этих вот демонизаций, всяких, так сказать, нежелательной, не распространялась какая-то нежелательная неправильная информация о них. Вот, как мы взаимодействуем и как мы узнаем? Ну, нам, конечно, помогает технология современная, вот с вами мы общаемся тоже, это как бы выложится в интернете, вот, все староверы смогут это посмотреть, прокомментировать, связаться, да, вот. То есть, староверы, с одной стороны, они растеяны по всему миру, но при этом как-то это все равно все друг друга знают, вот, несмотря на то, что нас примерно где-то 2 миллиона по всему миру, но при этом это какая-то вот, ты всех знаешь, где какая община, то есть где кто, и все проблемы сразу они всем становятся известными. Это выходцы из России, получается, да, которые основали такие общения? Ну, староверия, оно уже, если вы, вот, как бы историю примерно знаете, да, в 17 веке, то есть оно было самой гонимой религией, можно сказать, по крайней мере в России, да, то есть я считаю, что вообще вот по жестокости, возможно, одно из самых гонимых вообще в мире, да, вот, то есть когда вообще никаких прав у них не было, никаких, так сказать, ну, вообще, вот, и, соответственно, они все, в основном, ну, большая часть эмигрировала, да, то есть эмигрировала впервые ближайшие страны, то есть в тот момент, да, это, там, Литва, Польша, да, то есть как бы, вот, на Аляску, то есть через, ну, в Сибири очень много уходило, да, в основном, вот, а и со временем, то есть как бы были много волн, разных волн перемещения, да, ну, в том числе, допустим, уже после революции, вот, перемещались, допустим, через Китай, через Австралию, потом в Америку, вот, то есть в основном, конечно, выходцы из России, но, понимаете, Россия, это уже наше, как бы, понимание, да, Россия, то есть давайте не забывать, что до как раз романовской эпохи Смоленск это уже было, это была речь посполитая, то есть уже не было России, при этом русские люди и староверы жили там, да, то есть как бы они исконно там жили, то есть они просто сохраняют свою ту же традицию, то есть я к тому, что многие переселялись, а многие жили там и продолжают жить, вот, и, соответственно, Россия и по всему миру, в Америке очень много, то есть, вот, допустим, на Аляске, в Орегоне, в Кенсильвании, в Австралии много староверов, вот, огромная община, конечно, в Румынии, так называемая наследия Австралинии, вот, дело в том, что староверы, вот, когда, допустим, одно из крыльев, так называемое, бегло-поповство, это направление староверии, которое сказал, что у нас будут священники, то есть беспоповцы, это, которые сказали, что священство утрачено, его уже не будет, а направление, которое, так называемое, бегло-поповство, то есть они сохраняли священников, но у них не было епископов, потому что все равно, в чем проблема, потому что в православном сознании епископ, он должен иметь преемственность от Иисуса Христа, вот, в плане рукоположений, то есть нельзя просто, там, какой-то общине сказать, окей, я у вас буду епископ, вот я сейчас епископ, то есть тебе нужно, чтобы тебя рукоположил предыдущий епископ, его предыдущий и так далее, вот, до апостолов, до Иисуса Христа, да, а в 17 веке в основном все епископы, которые были, поддержали староверие, они были уничтожены, вот, епископов своих не было, и была вот идея, что, ну, будем пользоваться теми священниками, которые будут переходить к нам из православной церкви, и у нас будут они староверие, вот, до 19 века, в 19 веке в середине были очень жесткие, жесточайшие гонения с стороны императора Николая I, то есть он, как Кручев пообещал последнего попа показать, вот он пообещал показать последнего старовера, и, ну, гонения были жестче, чем Кручев, мы сейчас говорим там про советское время, то есть в отношении староверов все было намного жестче и беспринципнее, вот, и они тогда решили, староверы, чтобы, как бы, они всегда были способны организоваться, да, они сказали, ну, если так, мы должны вынести базу, сделать базу вне Российской империи, и нам нужно восстановить иерархию, чтобы у нас были свои епископы, чтобы мы не были зависимы от приходящих священников, и вот на территории Австро-Венгрии тогда, то есть там место называлось Белокреница, сейчас это Буковина Украина, вот, но и на этой территории они решили создать вот базу и там восстановить свой епископат, вот, и они приняли митрополита, епископа из Константинопольского патриархата в 1847 году, вот, и митрополита Амбросий, вот, и он восстановил иерархию, и вот основная масса староверов сейчас, допустим, на Рогожской слободе, вот, митрополит Корнилий, это все потомки вот этого митрополита Амбросия, который на самом деле, иерархия это так и называлась, австрийская, или белокреницкая, или австрийская, то есть она говорила о том, что центр старобрячества находился в Австрии, не в России, а в Австрии, вот, и, соответственно, до сих пор там живет митрополит Леонтий, вот, он не живет в Белокренице, потому что это часть Украины, он рядом с соседним местом в Румынии, Браилове, и вот он оттуда, то есть староверы, они, я говорю, что разные, они рассеяны по разным территориям, и мы помогаем, конечно, во всем мире, то есть, когда видим, что той или иной общине нужна помощь, но прежде всего, конечно же, это юридическая помощь, это прежде всего, да, потому что староверы, они, у них стратегия выживания долгое время, это была самоизоляция от внешнего мира, вот, ну, в какой-то момент это давало огромные плоды, да, вот, но потом из-за вот этой глобализации, то есть, на самом деле, это сыграло такую злую шутку, что когда ты не можешь уже самоизолироваться, а не способен коммуницировать, вот, и тебе нужна, конечно, внешняя поддержка, и прежде всего, мы оказываем, конечно, в виде юридической поддержки, такой-то коммуникационной, средства массовой информации, прежде всего, у нас направлена наша поддержка, вот, когда видим, что там храмы хотят закрыть, разрушить, или не отдают, или там притесняют, как-то ущемляют права старовера, вот, мы тут как тут, то есть, мы сразу же пытаемся помочь, понятно, что финансовая поддержка тоже здесь, староверы, они сейчас, это, если раньше, до революции, они были все, 70% всего капитала в империи российской принадлежала староверам, это тоже сослужило злую шутку с ним, потому что они были, как раз, буржуазным классом, и на самом деле, как раз вот этот большевизм, он воевал в итоге против староверя, потому что против буржуазного класса, то есть, их всех уничтожил, то есть, началась так называемая отрицательная селекция, это когда самого тупого, самого неграмотного власть позволяла ставить на управленческую должность, да, всех там более-менее умных убивало, танцевало и так далее, то есть, в итоге выросло поколение, которое уже, к сожалению, не обладает ни капиталами, ни способностями какими-то, вот, и в данном случае, то есть, необходимая внешняя помощь в привлечении каких-то инвестиций, привлечения средств, допустим, там, храмы строятся или реставрируются, вот, то есть, мы пытаемся, ну, и самое главное, конечно, то есть, у меня желание, это не просто, знаете, там, помогать, помогать, потому что помощь, тоже, я вот, не верю просто филантропию, вот, ради самой помощи, да, то есть, как бы, помощь, она инструментальна, вот, должна быть инструментальна, то есть, ребенку нельзя помогать, чтобы он думал, что до 100 лет мне будут помогать, понимаете, да, то есть, у вас помощь, чтобы помочь, помощь, это вот тоже, опять же, интерпретировать слово, помочь, да, то есть, это, то есть, помощь стать, то есть, как бы, чтобы вы сами стали способны, вырастить, вырастить, да, это и есть помощь, что это помощь, именно, чтобы подталкивать, чтобы человек сам смог, не так, чтобы он всю жизнь будет тебе помогать, да, вот, ребенку, ну, его поддерживали за ручки, чтобы он сам научился, то есть, ты ему помогаешь до тех пор, пока он сам не научится, ну, нет желания, чтобы, наоборот, ты не учись ходить, мы тебя будем, там, все время на руках носить, да, и вот помощь, она должна быть именно такой, то есть, нельзя людей приучать к какому-то еждивенчеству, там, вот, ты не ясну и так далее, да, вот, ты не ясна, это, есть просто так, да, ты не ясна, то есть, нужно приучать людей к самостоятельности, да, и вот у меня, конечно, то есть, желание, это вот просто, вот, помощь, научить самоорганизовываться, да, научить самим отстаивать свои интересы, научить самим заявлять о себе, да, научиться вновь… То есть у вас есть какие-то семинарии, образовательные программы? У нас, да, в этом проблема старообряющихся, к сожалению, то есть, что все школы, они, то есть, не были восстановлены после советского времени, то есть, до революционного времени были школы, были институты очень серьезные, то есть, после советского времени не были восстановлены в силу того, что, вот я, как об этом сказал чуть раньше, да, в силу вот этой вот отрицательной селекции, то есть, на время падения Советского Союза, то есть, в руководстве старообрядчества были не самые образованные люди, и не за то, что они плохие, потому что власти не позволяли становиться другим, то есть, как бы, у властей стратегия по отношению к старообрядчеству была, уничтожение его, путем вот такой вот, как бы, как сказать, маргинализации, то есть, путем того, что они глупее и глупее бы становились, вот, соответственно, на время падения Советского Союза не было кадров, которые бы организовали эту школу, и, к сожалению, до сих пор эта школа не создана, хотя есть умные люди, вот, и сейчас задача это как раз, в том числе, вот, при помощи вашего канала, да, то есть, как бы, образование, на самом деле, это другая тема разговора, да, что такое образование, но как вот, на самом деле, воспитание человека, мне кажется, прежде всего, через вот такие вот общения, человек просто должен слушать общение, там дискутировать, вступать в разговоры, задавать вопросы, отвечать, вот, я считаю, что блогерная вот эта вот фишка, да, это лучший способ воспитания, что, когда люди общаются, посторонний человек смотрит и участвует в комментариях, дискутирует, это вот лучший подход. Хорошо, спасибо большое, Леонид, за такое обширное знакомство. Всегда рад, всегда рад. Вам спасибо за ваше приглашение, за участие. Я думаю, что мы еще не раз вернемся, потому что только затронули самые верхушечки, да? Да, спасти Христос. Да, на самом деле, вы правильно отметили, что это верхушки, потому что староверие – это целый мир, это целая вселенная, это цивилизация, на самом деле. Пусть маленькая, но вот старообрядческий ген – это очень бога, целая вселенная. Также хочу поблагодарить всех наших зрителей. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Храни вас Бог.